Добрый вечер! Время новостей. В студии Анна Маскаленко. О главном расскажу прямо сейчас. Шипунова начнет работу обновленная модульная котельная. Сегодня объект посетил губернатор края Виктор Томенко. Прямое включение с места событий смотрите в выпуске. Строительство дороги к горнолыжному комплексу Мишина-гора в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре этого года. Какие работы на объекте уже сделали, расскажем далее. Уже с завтрашнего дня барнаульцы смогут проголосовать за место, где расположится стела города трудовой доблести. Как это сделать, расскажем через несколько минут. В Шипуново начнет работу обновленная модульная котельная. Краевой бюджет выделил на ее капремонт значительные средства. Сегодня объект в ходе своего визита в район посетил губернатор Виктор Томенко. В Шипуново находится наш корреспондент Глеб Полянский. Глеб, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в селе Шипунова, райцентре Шипуновского района. Сегодня здесь с рабочей поездкой находится губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он уже посетил большую современную водогрейную угольную котельную, модульную, которую построили совсем недавно. Это будет ее первый отопительный сезон, который вот-вот настанет. На обновление оборудования котельной, а это 4 современных котла и другие агрегаты, направили более 40 миллионов рублей. Также более 50 миллионов рублей направили на обновление теплосетей. От котельной будет питаться около 40% объектов и жилых зданий райцентра. Кроме нее также будут действовать еще две котельные, всего три. А еще совсем недавно в райцентре действовало около 9 устаревших, неэффективных и неэкономичных котельных. Современная котельная, она, во-первых, более экологичная и позволяет сэкономить за один отопительный сезон порядка 4 миллионов рублей на топливе. Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил детскую школу искусств, среднюю школу и больницу. Также он сегодня встретится с активом района. Подробнее о рабочей поездке и принятых в рамках нее решениях расскажем в наших выпусках новостей. Коллеги. Глеб, спасибо. Ждем вас в редакции. Славгородский центр-десантник может стать модельной площадкой по патриотическому воспитанию молодежи. С таким предложением во время рабочей поездки выступили председатель КЗС Александр Романенко и председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. Центр военно-патриотического воспитания «Десантник» готовит молодежь к армии. В регионе это одно из старейших учреждений такого профиля. В нем оборудованы два спортивных зала, боксерский ринг и интерактивный тир. По мнению депутатов, клуб должен стать примером для всего края. В этом году он уже стал площадкой для детского движения «Юнармия». Однако территория десантника сейчас расположена рядом с некогда действующей воинской частью и находится в федеральной собственности. Представители власти пообещали решить этот вопрос. Прилегающая территория рядом с некогда располагавшейся в воинской части. Земля в федеральной собственности. И мы условились с Александром Алексеевичем Романенко, что мы общими усилиями обратимся к министру обороны о том, чтобы передать эту землю для города Славгорода. В Алтайском крае проходят дни образования и науки. Для педагогов Сибири это время для получения новых знаний на конференциях и выставках. Во время форума педагоги посетили мастер-классы, где больше 20 экспертов познакомили их с современным оборудованием для обучения детей. В каждом федеральном округе соберутся учителя, в которых будет возможность не просто познакомиться, пообщаться, создать такие горизонтальные связи для взаимодействия, но и поработать на том оборудовании, которое уже есть в их школах, попробовать себя, посмотреть, как оно включается, как это можно встраивать в свои конкретные уроки. Кроме того, в театре «Кукол сказка» прошла конференция «Технологии в образовании. Сделано в России», где эксперты показали педагогам инновационные разработки отечественного производства. Привезли мы самое инновационное оборудование, которое сегодня есть в России. Это средства обучения, связанные с космическими технологиями, с робототехникой, с программированием, с конструированием, моделированием и профориентацией. Впервые в крае на базе Барнаурского завода АТИ директора заводов, депутаты и общественные деятели встретились с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. Встреча прошла в формате открытого микрофона. В совещании приняли участие вице-губернатор Алтайского края Александр Климин и сопредседатель организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев. Круглый стол актуальной вопроса администрирования налогообложения в промышленности организован по инициативе Союза промышленников Алтайского края. Формат совещания оказался достаточно необычным. На протяжении нескольких недель руководители компаний формировали блок актуальных вопросов. Поэтому диалог промышленников и налоговиков получился максимально приближенным к животрепещущим проблемам конкретных предприятий. При этом все стороны старались найти конструктивные решения. Предварительная проработка вопросов позволила сделать это совещание продуктивным для двух столов. Результатом, я так понимаю, что вообще здесь должны родиться в том числе письменные рекомендации круглого стола в части тех вопросов, которые были присланы и освещены. Мы сегодня действительно столкнулись с парой случаев. Я бы не сказал, что они нам неизвестны, но вполне возможно нуждаются в какой-то точной проработке. Юрий Куриленко особо отметил, что Федеральная налоговая служба открыта для диалога с бизнесом. Он уверен в необходимости встречаться на подобных площадках. Так предприниматели знакомятся с условиями, в которых бизнесу сейчас приходится работать. Мы действительно задали очень много вопросов, получили практически на все ответы. Мы видим, что налоговая растет. Цифровизация заставляет нас присматривать все бизнес-процессы свои. Мы точно понимаем, что двигаемся и в хорошем смысле в диалоге понимаем, как должен бизнес построиться по новым требованиям налоговым. Я считаю, что это очень хорошее начало. Мы договорились, что будем дальше продолжать общаться. Есть абсолютно живые контакты, они кабинетные в рамках расширенного рабочего микрофона. От качества диалога с надзорными и контролирующими органами зависит стабильность работающего предприятия, его развитие, реализация инвестиционных проектов, сохранение и увеличение рабочих мест. Для нас очень важно, чтобы такие диалоги на подобных площадках проходили. Проходили как можно чаще. Для того, чтобы директора предприятий в таком обычном свободном режиме могли задавать вопросы руководителю Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Задавать вопросы его коллегам и получать очень быстрые, точные и правильные ответы. Союз промышленников сегодня выступил первой площадкой. Надеюсь, что в дальнейшем это будут и другие профессиональные сообщества. Я тоже приложу всего усилия, как союз промышленников, для того, чтобы вот этот диалог был продолжен. Символично, что первой площадкой для такой встречи стал Барнаульский завод АТИ. В день совещания там торжественно запустили новый цех. Генеральный директор предприятия Артем Шамков поблагодарил организатора встречи за то, что для круглого стола и дискуссии выбран именно завод АТИ. Больше 12 тысяч жителей Барнаула сегодня остались без горячей воды. Это связано с повреждением на тепловой сети в районе дома по проспекту Ленина, 61. Кстати, почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. Как сообщает пресс-служба сибирской генерирующей компании, при запуске воды после устранения старого повреждения дальше по теплотрассе образовался свищ. Сейчас он начал расходиться, поэтому специалисты приняли решение провести ремонт до начала отопительного сезона, пока в Барнауле потепление. Под отключение попали 61 многоквартирный и 7 частных домов, детский сад, школа и два медучреждения железнодорожного района. В СГК обещает вернуть горячую воду сегодня до полуночи. В Барнаульских школах проводят тренировки по эвакуации. С обучающимися и сотрудниками образовательных учреждений профессиональные спасатели отрабатывают такие чрезвычайные ситуации, как угроза террористического акта и пожар. Вчера тренировку провели в 135-й школе. В эвакуации из якобы горящего здания приняли участие больше 500 учеников и 42 сотрудника школы. Больше 1 тысячи кустарников и 300 деревьев высадят этой осенью в краевой столице. На улице Чудненко в районе дома номер 9 и улице 280-летия Барнаула уже появились новые кустарники сирени. Уже в понедельник озеленители планируют высадить сирень вдоль трамвайных путей на проспекте Ленина. От площади Октября до улицы Пионеров. Новые яблони и рябины также появятся на Обском бульваре и улице Взлетной. Кроме того, в городе высадят березы, липы, тополя и ели. Барнаульцев приглашают проголосовать за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести». Голосование пройдет одновременно с выборами депутатов в Госдуму и АКЗС. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо прийти на счетный участок, который расположен вместе с избирательным участком, предъявить паспорт, взять бюллетень, заполнить его и поставить подпись напротив места, которое человек выбрал. Всего будет представлено 11 мест для размещения стелы. В голосовании смогут принять участие все жители Барнаула, достигшие 14 лет. Сделать свой выбор можно будет на 135 счетных участках по месту жительства уже с завтрашнего дня с 8 до 20 часов. Барнаульцы сегодня вправе выбрать ту площадку, на которой в дальнейшем архитекторы и эксперты как раз предложат варианты размещения этой стелы. И она в 2022 году уже будет установлена. Потому что для того, чтобы приступили к работе по проектированию, необходимо решение и мнение барнаульцев. Строительство дороги к горнолыжному комплексу Мишина-гора в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре этого года. Подрядчик уже расчистил участок от лишней растительности, заменил мокрый грунт и установил водопропускные трубы. Нижний слой асфальтобетонного покрытия уже готов. Дорожники приступили к верхнему. По плану здесь появятся тротуары, велосипедные дорожки, освещение и парковка около комплекса. Участок протяженностью 2,6 км начали благоустраивать еще в прошлом году. Однако столкнулись с проблемой. Пришлось удалять заболоченные грунты. Высокие насыпи, крутые подъемы и так далее. Все это осложняет устройство и покрытие, основание. Генеральный подрядчик применяет здесь все свои силы, брошенные на завершение объемов работ. И я думаю, что мы успешно его завершим до наступления непогоды. На строительство автомобильной дороги выделено больше 480 млн. рублей из федерального и краевого бюджетов. Отмечу, ежедневно по этому участку проезжают сотни туристов в день. Зимой жители и гости Алтайского края едут в горнолыжный комплекс. Интенсивность движения на дороге увеличивается в несколько раз. Автомобилистов теперь будут наказывать за шторки и каркасные сетки на передних боковых стеклах машины. Штраф 500 рублей. Сотрудники ГИБДД могут изъять у водителей неправильно установленные шторки на месте. А в случае, если снять их невозможно, автомобилистам дадут 10 дней на устранение нарушений. Если шторки за этот период не будут убраны, автоинспекция снимет машину с учета. Такой штраф ввели по причине того, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителю при движении. С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и 23-й «Шукшинский кинофестиваль». Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре «Драма». Закрытие «Шукшинских дней» и подведение итогов «Шукшинского кинофестиваля» пройдет 1 октября на площадке городского дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями. В этом году зрителям представят 11 художественных фильмов. Откроет кинофестиваль «Картина и земля Эльзы». Его показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20 часов в кинотеатре «Мир». В Барнауле пройдет первый турнир в памяти основателя футбольного клуба «Патриот» Виталия Крючкова. В соревнованиях примут участие мальчики 2009-2010 годов рождения. За победу поборются 6 команд. Игры начнутся 17 сентября. Они пройдут на стадионе ВРЗ, где занимаются воспитанники «Патриота». К этому часу у меня пока все. Встретимся для подведения итогов этого дня в 20.30. Субтитры подогнал «Симон»